12 сентября 2014 года Басманный районный суд города Москвы рассматривал ходатайство о продлении срока ареста известного предпринимателя и благотворителя Ливона Айрапетяна. Еще задолго до начала судебного заседания у Басманного суда собралось более ста человек, которые пришли поддержать Ливона Гургеновича. На этом слушании его личное присутствие было обязательным, и поэтому Айрапетяна из СИЗО доставили в суд. Заходя в зал суда под усиленным конвоем, какой обычно сопровождает особо опасных преступников, Ливон Айрапетян с трудом произнес всего лишь одно слово – беспредел. В зале суда Айрапетян в первую очередь выразил полное недоверие следователю Алексею Весельеву и всей следственной группе. Я буду делать все, чтобы следователь встречал в тюрьму и надолго, потому что никому не позволено совершать преступление против правосудия. Ливон Гургенович настоял на отводе следователей. Однако судья Артур Карпов, ударившись на 10 минут в совещательную комнату, не нашел оснований, позволяющих вывести следователей из участия в судебном заседании. Следствие потребовало продлить арест еще на три месяца, как и в прошлый раз приведя аргументы, что обвиняемый обладает широкими связями, влиянием на средства массовой информации, а также имеет имущество за рубежом, что позволит ему дискредитировать следствие и укрыться за границей. При этом обвиняющая сторона охарактеризовала Айрапетяна как корыстного и жадного человека. В ответ защита не стала еще раз приводить примеры благотворительных проектов, осуществленных Айрапетяном – от спонсорства Олимпийской сборной до поддержки односельчан. Следователи объявили, что Айрапетяну предъявляется новое обвинение, основанное на показаниях матери Игоря Изместиева, которое утверждает, что заплатила Ливону Айрапетяну 700 тысяч долларов за создание в средствах массовой информации доброго имиджа своего сына, отбывающего пожизненное заключение в колонии строгого режима «Белый лебедь». Напомним, первое обвинение, предъявленное Айрапетяну, написано со слов все того же Игоря Изместиева. Мы считаем, что по первому эпизоду, как минимум, все выводы наших уважаемых оппонентов носят голословный характер, предположения. И это все основано на предположениях. Что касается второго дела, относительно которого здесь были представлены документы. Вот смотрите, может быть это совпадение, но я не верю в совпадение. Первое дело было возбуждено в связи с тем, что Айрапетяна дал показания Изместиев сын. Второе дело было возбуждено на основании показаний, которые дала Изместиева мать. Не слишком много ли Изместиев в этом деле. В данном случае Изместиев дает показания по обстоятельствам 2009 года, при условии, когда он сидит в тюрьме за убийство 2007 года. Ничего не смогли предъявить. Абсолютно ничего. Все, тот сказал, этот сказал. Почему только один человек на него показывает? Некто Изместиев. Человек, который два года сидит, а это произошло через два года после того, что он сидел в Белом Лебеде, который самая строгая зона в России. Он оттуда получал информацию с воли, и на этом основании моего брата арестовали. И при том он не показывал, что он участвовал в расхищении, потому что брат тогда этих людей не знал. Защита настаивала на том, что по существу представленных обвинений следователи основываются лишь на догадках, не приводят доказательств, и при том все обвинения в единую логическую цепочку не выстраиваются. Сам Айрапетян обвинения называет абсурдными и однозначно намекает на фальсификацию и заказной характер своего дела. Это был не мой уровень, ни по деньгам, ни по положению. Поэтому я думаю специально, господин Весельев, господином я хочу назвать, искажает суд. Тогда пусть покажет хоть один документ, подтверждающий мое участие. Когда меня арестовали в аэропорту, было написано за содействие в покупке башнефти АФК-системы. Ни покупателя, ни продавца, никого не трогают. Только меня. Почему? Значит, мне кажется, это специальный был заказ именно на меня. Значит, когда это стало не получаться, вдруг находится мама из Мельского, в которой он бил 23 человека, и говорит, что я заносила лимона 700 тысяч. Адвокат Айрапетяна поддерживает его предположение о том, что второй эпизод в теле был задуман именно для того, чтобы продлить срок ареста. С нашей точки зрения, это говорит о том, что по первому делу следствие не уверено, и сейчас пытается найти новые эпизоды. Само возбуждение этого дела было незаконным. Мы его обжаловали также суда в Басманы районный суд города Москвы. Он будет назначен к слушанию, и мы будем участвовать в нем, доказывая необоснованность возбуждения уголовного дела. Адвокаты долго перечисляли заболевания, от которых страдает их подзащитный. Два инфаркта, четыре инстульта, сердечная недостаточность, гипертония, сахарный диабет и раг мочевого пузыря. Все эти заболевания, подтвержденные целым рядом медицинских документов, не допускают заключения под стражу. Судья Артур Карпов объявил перерыв на 40 минут и потом лишь приступил к оглашению приговора. Он счел доводы следователей более весомыми и удовлетворил ходатайство о продлении ареста до 15 декабря. Понятное решение суда? На длинном сроке сержания под стражей. А мы не сомневались, что вы лежите под судебственным комитетом. Позор, позорище! Нету суда у нас! Нету суда! Позор! Это позор! 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 Идиотка! Кидаем зал! Купленное! Кидаем, идиотка! Позор! Ни одного доказательства нет! Обвинение ни одно доказательство не предъявило. Мы заранее знали, я заранее знал, еще два дня тому назад, что ему продлят до 15 декабря. Я хочу сказать, они его хотят сломать, он больной человек, но они не знают. Он карабахский армянин. У него очень дух большой. Так что его сломать будет невозможно. Он или оттуда уйдет победителем, или умрет там. Вот тогда они увидят, что будет. Магнитский им покажется просто небольшим эпизодом в жизни. Потому что такого человека ни за что держать. И ломать его на то, чтобы он дал показания. И все время говорят, что пускай он подпишет, мы его сразу выпускаем. Но что это такое? Как может он написать то, чего не было? Он принципиальный человек. Другой бы человек давно сломался. И дал бы показания, какие им нужны. И он два месяца бы уже не сидел. Незаконное постановление вынес об османный суд. И мы не знамерены сдаться. Мы все полны решимости. Да, все это дело до справедливого конца. Покидая зал судебных заседаний, все явно были разочарованы вынесенным решением. Тем не менее, они старались подбодрить Ливона Айрапетяна, который, несмотря на болезни и переживания, не падал духом и сам пытался поддержать родных. Держись! Держись! Нам нужно работать! Мы ходим! Субтитры создавал DimaTorzok